Добрый день дорогие друзья! С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский и гроссмейстер Сергей Шипов. Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня у нас вторая серия Мерлезонского балета. Продолжается Grand Chess Tour. Это совокупность турниров по быстрым шахматам и блицу. И соответственно мы с Алексеем выходим на тропу войны. Будем подводить итоги первого игрового тура. Сегодня 5 туров быстрых партий состоялось в Бельгии. Да и показалось мне что все таки перерыв был маленький. Мне кажется рука бойцов немного устала колоть. Они вообще слишком много играют в шахматы. Это видно что они находятся в таком замученном состоянии. Они напоминают лошадей которых рано или поздно надо пристрелить. Но вот они и пока сами друг друга пристреливают. Ну в общем да зарубы конечно серьезные. Но я хотел бы с чего начать. Давайте посмотрим на таблицу. У меня их правда две. Но вот та которая слева более красивая такая синенькая. Это то что произошло в Париже. В общем-то хочу напомнить что очки суммируются. За рапид в два раза больше. За победу дают два очка. И потом вообще сумма. Ну вот получилось что в итоге после 27 партий Накамора набрал 25 с половиной. Это не значит что он только полтора очка потерял конечно. Ну вот. Но в общем выиграл он довольно убедительно. И лидирует в этом в этой гонке. В общем это довольно важно. Поскольку Магнус то играет только два турнира. Я кстати вот что еще узнал Сергей. Оказывается они один турнир. Самый плохой результат будут отбрасывать. Вот. И у Ананда самый плохой результат был ноль очков. Поскольку он в Париже не явился просто. Вместо этого решил у себя на своей второй родине в Испании поиграть. И кстати поиграл неплохо. Выиграл в финале УВИ. Все таки обыграть чувака который тебя на 31 год младше. Или сколько там разницы. Ну еще рано пока Ананда как-то в этом плане дискредитировать. Он еще мне кажется долго будет обыгрывать молодых. Наверное без таких каких-то особых восхищений можно к этому относиться. А УВИ парень конечно талантливый. Но мне кажется еще не созрел. Сыроват немного да. Мне тоже кажется еще. Ну и вот получилось так. Ну вот заглядывая в таблицу. В общем-то интригу мы не будем наверное здесь изображать. Но наверное результаты многие из вас уже знают. Ну результаты вот промежуточный финиш. Первый день Рапида. И Анан взял себе да и выиграл его. В чем и главный мне кажется он здорово. Да он в нем как раз вот я чувствую какую-то свежесть. Ну видимо потому что он не играл в Париже. Вот это видимо искаживается. Я думаю что да. Но правда посмотрим. Потому что свежим здесь то надолго не останешься. Сейчас этот турнир очень тяжелый. Я начинаю думать что это тяжелее любого турнира. Вот сыграть 27 партий за такие 4 дня. Конечно. Мне кажется тяжелее любого турнира. Ну может только турнир претендентов можно сравнить. Я не знаю. Ну ладненько. Ну что ж давай к партиям. Все таки люди допрашивали партии смотреть. Я вот знаю Алексей что ты много чего прокомментировал. Давай с тебя начнем. Да. Вот я и решил. Претендили свои козыри. Ну вот. Ну то есть у меня что получается. Есть разница во времени. Но я просыпаюсь. Ну все хорошо. 7 утра. Я что-то дался возможность поспать. И даже к началу партия не успел. Потом стал смотреть и вижу какой шикарный владейный Эншпаль. Белыми играет Крамник. Черными Накамура. Ну ситуация такая. Да. Если эти пешки разменяются на ферзовом фланге. Очевидно что будет ничья. Однако же не так просто. Потому что был сделан ход С6. Ну ясное дело бить нельзя. Тогда пешка берет. И потом ладят С8 шаг. И в общем то здесь. Первая моя бы такая реакция была бы. Ну короля увести скорее с 8 ряда. Ну вот. Но Хикаро человек оптимистичный довольно. Он тут 25 с половиной очков набрал. И в общем. Ну что там он. И он двинул вперед Б4. Ну ход проигрывающий. Так получилось. Ну потом где-то в анализе я понял. Что черным нужно две вещи сделать. Вот может быть чего Накамура недопонял. Я сначала покажу. Как вот развивались события. Разумеется Крамник пошел ладьей на С4. Теперь он хочет эту пешку выиграть. И пешка двинулась вперед. Здесь получается хитрый такой момент. Что если взять вот и сразу. Поставить ладьё сзади например. То черные успевают переместиться. Напасть на пешку С. А потом у них важнейший темп. Дать шах и потом ладья С1. После чего они сделают ничью. Но разумеется Крамник то понимал все это. И поэтому он сделал ход король Ж2. Который кстати можно было сделать и до хода ладья С4. И здесь Накамура пошел королем на Ж7. То же самое. Ну вот получилось что он пропустил. Как часто бывает в ладейных окончаниях. Вот кажется все нормально. И вдруг какой-то промежуточный шаг. Который ну просто портит всю картину. Вот в этой ситуации у черных сразу оказалось проигранным. Ну разумеется если пойти королем на А6. Белые могут сыграть так же как мы смотрели. Но только теперь равенство в том. Что будет выиграна пешка на Ф7. Ну если кто-то думает. Ну что там 4 против 3. Это ничью всегда делают. Но это при двух ладьях. А при 4 ее не делают практически никогда. Особенно если у белых ладей сдваиваться по седьмому ряду. Как ты думаешь Сергей? Я думаю что здесь где-то... Ну твой первый тезис очень суровый. А вот вторая поправка насчет сдвоения по седьмому ряду. Тут я соглашусь полностью. Ну на самом деле было немало примеров. Когда 4 ладейное окончание. Даже если вот так вот напрямую не выигрывалась. Вторая пешка. Были выиграны. И даже две против одной. Потому что там прикрытие... Лишняя пешка дает прикрытие королев. Ну я понимаю что тезис такой. Но в конечном счете что там считать статистику. Факт остается фактом что здесь разговаривать было бы не о чем. Здесь белые просто выиграли бы в несколько ходов. Ну вот. И по этой причине... Вот оказалось все это неудачно. Оказывается черным нужно было сделать два хода. И это место не оставалось для хода b4. Нужно было обязательно пойти f5 и король g7. Поскольку белым до всех этих операций нужно убрать короля с первого ряда. Иначе черная водя вот так вот обернется. Ну вот кстати после хода f5 на самом деле... Я сначала было так по наивности подумал. Ну вот он упустил легкую ничью. Шлепнул b4. Он и правда шлепнул. Пошел за секунду. Время на часах было полно. Но здесь на самом деле оказалась такая странная вещь. Что белые могут продолжать борьбу. С помощью вот такого очень неприятного хода g4. Опять же та же самая идея. Открыть короля. И вот Сергей ты знаешь. Здесь делает сход король g2. Удивительно. Пешку отдали. Потом тихий ход. Мне кажется это совершенно неподъемно. Для быстрых шахмат. Вот сыграть g4. А потом король g2. Для быстрых шахмат это почти небеса. Ну вот наверное что король g2 было бы скорее всего сыграно здесь. Но тогда черный король g7. И может быть с перестановкой ходов g4. Потому что идея оказывается ну примерно та же самая. Что потом в какой-то критический момент забирается пешка на g4. Но я ее в красивом порядке ходов. Ну давай в красивом. Не суть важна. Ну это на самом деле. Вот здесь ладья b5. Вот надо ходить сюда. Берется. И опять удивительным образом. Вот 3 на 3. Да. Ну кажется ну здесь то всякая ничья. Однако. Видимо будет потеряна пешка на f7. И с ней прогрена партия. Да. Соглашусь. Вот такое ощущение. Ну нашел ли бы крамник ход g4 мы не знаем и никогда не узнаем. Поскольку Накамура даже этой проблемы не поставил. В общем сыграл он очень примитивно b4. Ну чтобы поскорее разменять. Вот здесь он нарвался еще на другое дело. Что может быть шаг он этот получил. Ушел королем не на a6 а на f8. Ну может быть он как-то думал играть этот нэшпиль без пешки. Я думал он был бы проигран все равно после ладья b4. Вот здесь ладья a4 еще сильнее. Такой симпатичный ход. Который возможен только потому что черный король на восьмом ряду. Естественно. Ну пришлось опять потерять темп. Ну вот здесь уже поскольку белая водя становится сзади пешки c. Ну это в общем уже настолько школьная программа. Что дальше показывать нечего. Черные никогда не могут подойти королем на d7. Чтобы забрать эту пешку. Я думаю что даже если пешки были бы ровные. Сергей. Я думаю это было бы проигранно. Да. А здесь то пешка h7 вообще одинокая. Поэтому ну там говорить не о чем. Да. Симпатично. Очень прилично. Я подумал ну вот крамник. Ведь проиграл в блиц во второй день. Шесть партий подряд. Думаю отдых пошел на пользу. Побыл дома несколько дней с женой. С детьми поиграл. Ну ладно. Хорошо. Но как оказалось заряда хватило не на много. Ну на одну партию. Об этом расскажу я потом. Но перед тем как продолжать про крамник или про других людей. Дело в том что так получилось. Что вот смотрю я на это дело. А параллельно играется еще один ладейный шпилек. Вот сейчас я вам покажу. Между Леоном и Анишем. Ну здесь дело такое. Что время у них было поменьше честно говоря. Но все таки ну не настолько мало. Ведь 10 секунд добавляется на каждый ход. Но что то вот с этими двумя происходит. Когда вот они играют друг с другом. Часто получается ладейное окончание. Которые превращаются ну просто в комедию ошибок. Я уже не первый раз на такое наталкиваюсь. Как то вот. Ну то есть играют они примерно так же хорошо как противник играет. То есть в зависимости от силы противника. В данном случае. В данной партии. Но вот здесь получилось то же самое. У белых конечно приличные шансы на победу. Ну я не знаю на что было смотреть. Там ладья бьет b3. Ну черное. Ясное дело что две связанные проходные. Пешка недостаточно продвинута. Контры игры нет. Поэтому наверное правильно пошел король c5. Ну вот здесь Леон наступает королем. Это очень благоразумно. В общем то вот получилась такая позиция. Здесь очень мощный план. Не просто двигать как то вот так e5. Потому что она так не двигалась. А пойти наоборот f5. Для того чтобы разбить пешки. Но когда я увидел этот ход. Я подумал ну Леона там пара минут на часах. И сейчас будет уверенная победа. А5. Делать было нечего. Разменялись. А4. Ну а ниш я заметил. Потому что когда у него худший ладей на ниш пыль. Он себя собственно говоря не утруждает раздумьями. Он сразу идет на самую прямую контр игру. Ну наверное в большинстве случаев эту партию спасет. Правильно да. Ну в данном случае этого не хватало. Ну как вот здесь пошли бы уважаемые зрители. Ну Адиасим наверное. Вот он пошел Адиасим. Я честно говоря не понял. А по моему пешка висела. Так нет идея в том что королем взять. А так нас просто. Так нас настолько много. Нас учили сзади держать. А нас. Ну это на другом берегу океана. Антиподы держат сбоку. Ну на самом деле. В общем логика простая. Но все таки когда черный король. Ну так далеко. Ну я не знаю. На мой взгляд выиграны здесь. Я посмотрел так. А2, Ж4, Ладья А6. Ну просто Ф6. А что Ладья А7 не выигрывала да? А вот Ладья А7 он пошел. И получилась ничья. По виду просто выигрывает как угодно. Я думаю с этим связано исключительно. Вот на самом деле не как угодно. Потому что здесь Аниш сделал гениальный ход. Ну ход навеянный мыслью о том. Что если у меня заберут пешку на Аш5. То я точно проиграю. Аш4 значит да? А нет он пошел так. А Ладья Б5. Вот такой ловкий ход. Она не забирается. Она не забирается. Вот. Ну. Леон идет вперед. На самом деле все еще было быстро. Я думаю что он так и считал. Что как-то я вот тут выиграю. Да. Но вот здесь честно говоря. Аниш у которого тоже. Ну немножко времечко было. Но все таки. Ну здесь 10 секунд. Ну. Надо было только до одной вещи здесь. Дойти. Это то что неплохо бы забрать на Ж2. После чего проиграть невозможно. Если бы он здесь пошел бы в ладья Е5. То вообще не о чем говорить просто. Он напал бы на эту пешку с шахом. И согласились бы люди на ничью. Как это всегда и бывает в ладейных окончаниях. Не на что смотреть вообще. Ну да. Там потом отгоняем шахами короля. И стоим на вертикалев. Да? Ну конечно. Да. Как обычно. Ну потом то можно и ладью отдать на Е8. Когда другой пешки нет на королевском фланге. Ну конечно. Мы все таки А3. Там уже А2 совсем рядом. То есть ничья была настолько элементарная. Ну вот может быть как-то Ливон уверенностью что ли. Что он так быстро в ладья А7. А быстро король Ж6. Задавил противника. Вот пошел А3. Ход на самом деле не проигрывает. Но создает серьезные трудности. Потому что в этой позиции Ливон задумался. То есть нет. Он пошел в Ф6. И после ладья Б6 он задумался. Он задумался. Потому что он понял. Что не получается партию выиграть. Удивительнейшим образом. Не получается. Потому что если пойти король Ж7. То есть вот такой ход. Пешка опять забирается. То есть ну просто вот не получается никак. Вот Ф7 ходим. Он дает шаг. Но если встать королем на линию Ф. Тогда он и заберет. Потом А3. А если идти на линию Аш. Он просто возвращается. И усилить позицию нельзя. Я причем здесь думал. Если сделать ход король Ж6. Чтобы забрать на Аш5. Но этого просто не хватает времени. В ответ черные уже могут и на Ф7 брать. На король Б8. Аш5. То есть вот Ливон это все увидел. Здесь он потратил все время. Ситуация была интересная. И сделал на мой взгляд очень сильный ход. Ну то есть он запутал противника. Удивительным ходом ладья А5. Ну сначала реакция на него была правильная. Пойти А2. Это очевидно. Но здесь белые хитро отступили королем. Вот в этом была идея. То есть отступить королем. Но пойти назад как бы. И здесь Аниш совершенно растерялся. Он двинул пешку на Аш4. Что сразу же привел к поражению. Пытался разменять пешки. Да. Но это сразу привело к поражению. На самом деле оказывается надо было сделать тот же самый ход. Знакомый нам. Потому что в вариантах то ничего не меняется. Дать шаг. Ну все то же самое. И на вертикалиев. И на вертикалиев. Нечего делать просто. На ничью надо соглашаться. А здесь берет. Вообще. Ну хорошо. Алексей. А если бы на ладья Ж4 не королев 5. И король бьет Аш5. Ну да. Вот этот вариант. Не походи. Вот ладья Ж4 король. Ну правильно. Ладья Ж4 бить. Ну. Все то же самое. Шаг и шаг. То есть король Ж6. Да. И так дальше загоняем его на Ф8. Шаг. Ну вот ушел на Ф8. Допустим. Я взял на Ж2. А там же через вертикалиев не пройдешь. Да. Все понял. Ну такая в общем была. Значит рыба. Да вот такая была рыба. Ну то есть сначала она была. Ее никакой рыбы то не должно было быть. Ладья должна была пойти просто забрать пешку на Аш5 и на Аш1. Там белые выиграли бы. А после хода ладья А7. Который ну вроде по науке такой правильный. Грамотный. Оказалось что вот первый шаг был ничего. И вот эти шаги были. Были неплохие. Но вот здесь как-то вот рука все-таки дернулась Аш4. Ход-то оказался совершенно неправильный. Потому что теперь ладья не успевает просто бороться с пешкой Ф. Иначе как идти сюда. Ну и здесь методом подсчета. Ну как часто бывает. Здесь прослезились. Пришлось сдаться. Да. Если Аш3 сыграешь то там король все равно не успевает. Да. Никак. Ну очевидно что. Вот. Ну так вот получилось. Ну собственно говоря. Дело такое. Очки теряются регулярно в окончаниях. Ну ладно. Все таки ладейное окончание это самое сложное окончание. Тут понятно дело. Иногда ошибки бывают и вроде бы совсем простые. А все равно почвы для ошибок очень много возникает. Очень много возможностей. Ну и разумеется тот факт что люди все таки работают на износ. Как ты правильно сказал Сергей. Ну просто конкретно конкретно устают. Ну а потом уже ну я не знаю. Голова может отключиться. Вообще быстрых шахматах и блица свежая голова она вдвойне важна. Она и в классических конечно не помешает. Но здесь то это особенно важно. И конечно какой-то разнос между турнирами должен быть. Ну или фантастическая хватка как у Накамура. Ну я не знаю но Накамуру мы еще посмотрим. Сегодня он схватался не за то за что надо правда. Ну что давай рассказывай. Так сейчас посмотрим окончание партии Ананда. Собственно нашего лидера. Который играет против вашей Лагравы. Ну вот переключаемся на мою досочку. Я переключился уже. Да и здесь на королевском фланге как ни странно атакуют обе армии. То есть черные сыграли конь Е4 и прицеливаются к пункту Ф2. Ну а белые соответственно наносят удар по пункту Ж7. Ну вот здесь с этого момента Ананда конечно заиграл гениально. Ну собственно и конь Е4 уже сам по себе ход блестящий. Потому что идею слона А6 Ананда вполне мог и должен был видеть. Ну вот здесь он ответил вкратчиво ферз С7. И надо признать что он конечно видимо просто уже все сосчитал. Все видел. Ну первая идея то что конь на Ф4 при случае скачет. А это вещь довольно серьезная. Там конь Е4, конь Аштык, конь Е2. Вот. Ну и вот по этой причине Максимка не взял слоном. Вот чтобы не обнаживаться. Ну а что же там было. Вот если он взял бы слоном и на конь Е4 пошел слон Е5. Может быть все таки дойдем. Вот я думаю что это может быть получалось. Ну вот здесь как-то в один ход партия заканчивается. Аааа. Такой ловушки. Это ловушка сезона. Ну да. Ну я думал поэтому может быть надо было взять на Ф5 сначала. Уничтожить главного бойца. А ну можно кстати. Да действительно. Вот посчитать этот вариант. Страшно мне интересно. Нет. Слон Е5. Это страшно тяжело. Да. Ну теперь берет этого ферзя. Берет того ферзя. Берет коня. Берем слона и конь бьет Ф3. Ну вот. Ну да. И конь Аштык. Аштык. Да. И одна лишняя. Нет. Две лишние все-таки. Одну это было мало. То есть одной может не хватить. На всякий случай второй у вас будет. Ну да. Вот такой вот вариант видимо посчитал индийский суперчемпион. Ну он вообще тут похоже все сосчитал. Потому что последовало конь Ж7. Но между... В скобках замечу, что здесь компьютер советует виртуозный ход ферз Б3. Совершенно впечатляющий. Уходит от удара коня Ф4. Хотим побить ладья Б3-4. Причем ход ладья Ф7 не спасает. Мы сначала едем сюда, а потом едем еще и сюда. Вот. Но быстрый шахмат. Опять-таки. Очень прямолинейное мышление у шахматистов. Они в первую очередь рассматривают взятие, шахи, маты. Ну и поэтому раз уж захотел взять на Ж7, то он это в итоге сделал. И взял конем. Но получилось так, что это очень такой дистиллированный ход. Совершенно ничем не угрожает. И у черных есть возможность перехватить инициативу. Ну вот. Великий Виши и перехватил. Перехватил так, что уже мало не показалось. Да. Мало не показалось. Но висит ФС. И ФС на Ж3 угрожает вторгнуться. Поэтому белые стали плыть по волнам. Значит, шажок. И здесь понятное дело, что если сыграть король Ф1, то конь Х4. Добираемся до пункта Ф3. И дожимаем. Ну поэтому... Угрожая по дороге матом на Ж2 в один ход. Так что на конь Х5 время не было. Побежал, побежал вперед. Ну, я думаю, что вот даже издалека, если он видел вот эту позицию, ему тоже могло показаться, что здесь все срастается. Потому что ладьян на Е8 не дает шаг. И вроде бы все держится. Ферз защищает коня, король защищает пешку. Ну а то, что они перегружены обязанностями, что белому королю надо защищать и пункт Ф3, и пункт Д4, это как раз и разорвало позицию белых на две половинки. Слон Д4, такой классический, отвлекающий удар. Ну, понятное дело, что ближе к делу Максим как-то все увидел, да уже поздно было. Ну, дальше смотреть не будем. Несколько ходов буквально, и черный ферзь все-таки оказался сильнее белых фигур. Ну, он сделал там одну ловушечку, он успел поставить. Интересная была. То есть он пошел коня в пять. И вот здесь, если как-то, вот допустим, ну решили бы, ну что делать? Ну, выиграем как-нибудь. Давай возьмем на H3. И получим мат в три хода ровно. Владяй Е8, конь Д6, и потом пешка. И G5, да. Ну, я понимаю, вот это происходит иногда, но все-таки не в классах других людей. Но не сонантом. И сонантом такого не происходит. Ну, на самом деле, понятно, что любой шанс надо ловить, и то, что Максим его ловил, это хорошо и правильно. Но вот так Анад начал свою дорогу наверх. То удивительно, то есть он перехитрил всех. Но все-таки он самый мудрый. Я не хочу сказать самые умные. Они все очень умные. Все шахматисты, рейтинг такой. Но вот в данном случае я не знаю. Есть какая-то разница? Мне кажется, вот Ананд мудрый, а остальные еще, может быть, не мудрые. Ну, хорошо. И мудрость иногда не способствует сильной шахматной игре. Есть много шахматистов, даже, можно сказать, людей с большой буквы L, которые мудрые, но в шахматы играть уже не могут, между нами говоря. Нет, ну понятно, что на одной мудрой... Ну, например, мы с тобой, да, Алексей? Да, ну, конечно, мы действительно, мы такие мудрецы. Ну, я не знаю, сидим и кайфуем друг от друга. Да-да-да. Но что произойдет, если выйдем за шахматную доску? Видим вот в такой турнир, да, видимо... А, в такой турнир. Но в таком турнире я не знаю. Ну, вообще, честно говоря, я вот так смотрю, но... Кто знает, вот в тебя я верю. Мне кажется, что ты, Блицов, всегда был очень сильный. Ну, я не знаю, я понимаю, на уровне Фресене, но вот... Не знаю. Я думаю, что последнее место ты не занял бы, честно говоря, в Блицове. Нет, мне кажется, ты не занял бы последнее. Ну, хорошо, гипотетически, да, вот эти варианты мы оставим. А вот человек, который заменил Фресене в этом турнире, вообще, вот он уже выиграл первую партию и вообще лидирует в турнире. Вот так получалось. Так, а я перехожу к партии из второго тура. Ну, у меня, честно говоря, какая-то... Вообще, накладка по времени. Ну, не знаю. Я что-то успел посмотреть, потом пришлось другими делами заниматься. Но вот эта партия все-таки мне... На меня призывала впечатление. Я даже как-то подумал вот так вот, каково мне бы пришлось в такой ситуации. Я Анишу немного посочувствовал. Началось-то с того, что он получил перевес. Вот играет Гири Белый против Карлана. Ну, я думаю, вопросов нет по преимуществу Белых. Я не знаю, какое оно большое, но... Ну, как-то отставая пешка на С7. Ну, вообще так. Ну, вот здесь Фабиано решил, что пешку надо прикрывать по пятому ряду. Ну, как в свое время великий Мануил Ласкер делал против Тарыша. Ну, в общем, так вот он ходил ладьей буквально по каким-то минным полям. Ну, здесь первый же шаг оказался последним. После удара конь С6 ладья потерялся. То есть вообще нельзя было ходить на Е5. Так получилось. Симпатичный ударчик, да? Просто зевок, да. Ну, приятно. Ну, все равно приятно. Но причем в этот момент было время на часах. Ну, как-то я так предположил... Я еще второй тур как-то смотрел более-менее. Еще время у меня было. Я так предположил. Ну, думаю, ну, ладно. Ну, это с этой партией все ясно. Я там куда-то переключался. Не важно. Ну, вот. А на самом деле оказалось, что не так-то ясно. Фабиано уперся. То есть он отдал качество. Но деваться некуда. Вышел. Вышел Ферезен. Ну, вот здесь, мне кажется, некоторые расслабления. Ну, у Аниши на часах было, ну, я не знаю, минут 15, если не 20. То есть время было полно. Огромный перевес во времени. Надо было, наверное, немного поднапрячься все-таки. Может быть, посчитать варианты какие-то. Я не знаю. Ну, хорошо. Он, допустим, он пошел ладья Ц1. Мне этот ход чем не нравится? Что он приводит к берлинскому варианту. А берлинский вариант, когда ваша пешка далеко очень заходит на Е5. И дает возможность черному устроить какую-то блокаду по белым полям. Вот мне кажется, что более культурным ходом был бы ход слона Ф2. Потому что эту пешку на Ц6, ну, в общем, плохо ее брать. Конем вообще плохо за слон бьет Б6. Ну, а идти в этот Эншпиль. Ну, вот белому лучше играть этот Эншпиль без пешки на Ц6. Эти связанные проходные никуда не пойдут. Накатить по центру, поставить пешкой вперед там. Ну, там уже можно Ж4, короля на Ф3. Ну, совершенно выигранный угол. С лишним качеством. Все-таки надо было заманить противника в Эншпиль. Я думаю, что там Аниш легко бы разобрался. А он как-то быстро пошел сюда. И вот... В принципе, я уже здесь подумал. Как-то непросто как-то. Ну, ферзи на доске. Да, блокады серьезные. А кони как раз, если где-то и хороши, именно в блокадных делах. Да, вот в том-то и дело. Ну, поначалу очень хорошо Аниш боролся. То есть, ну... Все-таки вот в этот момент... Я думаю, что он уже разработал здесь правильный план. То есть, разумеется, что надо... Вот он и сделал это в партии. Еще ему Фабиано помог. Фабиано было мало времени. Может быть, надо было короля А7 пойти. Но он пошел неудачно. Он пошел в Ферзи в 5. И здесь очень сильный ход в 1-д 1. Мне кажется, я здесь еще глянул где-то. Ну, тут я уже думал, что все. Потому что, если так, ну, тогда... Слон А3, да. Слон А3 блокада разрушается. Но здесь Фабиано, у которого время осталось очень мало, сделал такой, ну, игродский ход такой, Б5. Ну, понятно, что это, наверное, как-то не проходит. Но ход-то правильный. Ну, что делать? Аниш взял. Ворвались. Ферзь бы один. Есть защита. Вроде все отлично. Взяли на С6. Вернулись в центр. Ну, все равно с ним он будет 4. А здесь пришла мне пора вообще покритиковать молодого гроссмейстера. Ну, с лишним качеством что делать? Нужно идти, разумеется, надо Ферзей менять. Ну, серьезно. Ну, что, нельзя пойти Ферзь Д3 и Ферзь Д7 в следующем ходу? Ну, все-таки... Надо владеться один. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Ну, просто непонятно, зачем такой ход делать. Ну, напал на пешку. Ну, напал на пешку. Ну, напал на пешку, а ребята, на самом деле, просто действуют в стиле напал, защищаю. Напал, защищаю, бей-беги, понимаешь? То есть, какие-то общие принципы уже тут отступили на второй план. Просто действуют как такие хорошо обученные, крепкие кандидаты в мастера, которые вот чисто рефлекторно делают, ну, такие простые, надежные ходы. А задуматься нет ни сил, ни времени, может быть... Я думаю, что сил нет. Время-то было, кстати. Да. Ну, вот мне кажется, чувак, который в этом турнире заменил Фрессене, я думаю, что он пошел бы и Ферзь Д3, и Ферзь Д7. У него и время было бы, и силы были бы. Я думаю, что это связано... Ну, какая-то, не знаю. Мне кажется, отсутствие самодисциплины какой-то, в какой-то степени. Ну, я не знаю. Ну, собственно говоря, ну, что зазнаваться? Ну, выиграны у тебя. Ну, ты выигрываешь много партий, ты великий шахматист. Иногда проигрываешь. Ну, нет как-то основания относиться немного по-пижонски к такой ситуации. Ну, получилось из этого вообще. Черт-то разберет, что там получилось. Вы посмотрите дальше. Вот сюда. Во-первых, сделан был ход G3, который, ну, как-то неприятно делать. Да, король ослабляется, да. Ну, да. Ну, вот сделал. Выиграл пешку на C6. Ну, вот начались прыжки. И на ход водя же один. У белых выигран. Если вы компьютер включите, но он покажет вам плюс 3, плюс 8, это не имеет никакого отношения. Я представил себя на месте белых здесь. Я бы себя чувствовал очень неуютно. А тут с того же и время поджимать. И пошли конь Е3. Ну, вот эти ферзь с конем. Ну, я не знаю. Еще один плотный ход вот такой сделаешь, и получишь этот шаг, и уже придется на ничью соглашаться. Правильно? Да. На F1 не пойдешь из-за вилки, пойдешь сюда. Погоди, погоди. А, мат наш 2. А уже проиграешь. А, ну все, правильно. А так проиграешь. Вот еще один крепкий ход сделаешь. Ферзь F3. Проиграешь партию. Ну, в общем, слава богу, что Аниш хоть так не пошел. Он, кстати, здесь страшно собрался с силами. Он спалил все оставшееся время. И, по-моему, уже на последних секундах пошел Е6. Вот этот ход серьезный. Единственный ход, который дает шансы на победу. Надо взрывать как-то короля. И получилось вот что из этого. Здесь он пошел Ж4. Ну, идея прекрасная, да? Что теперь можно давать шаг по седьмой. Если он пойдет на А6, тогда Ж5 мат. Но все-таки, наверное, сначала надо было дать шаг. И продолжая контролировать важное поле Б7, разумеется. Потому что короля А6 бы здесь черные не пошли. Потому что тогда Ж4 бы последовал. Мне кажется. Вот здесь бы уже точно белые бы выиграли. А вот надо было обходить король А8. Но здесь невозможно. То есть, в принципе, все то же самое примерно получилось и в партии. Но здесь надо уже делать вещи, которые находятся за гранью. За гранью человеческих возможностей. То есть, к этому-то легко прийти. Неужели F5? F5. Это что? Ну, серьезно, F5. Ну, это, я не знаю, это за гранью или нет. Нет, ну, вот когда дают такую подсказку за гранью, ну, сразу ход F5 смотрится. А человек нормальный за доской, то ход вообще же не смотрит. Ну, конечно. Работает почему? Потому что ни одной из пешек нельзя бить. Коня потеряете. Конечно. Или с H5, с G5, ну, или напрямую с Е8. А когда конь отступает, ну, вот это уже дело плохо. Здесь у него, конечно, совершенно выиграно. Все рассыпается. И поле Е3 у коня никогда не будет. Это все уже закончилось. Король совершенно открыт. Ну, вот нашел бы это Аниш, но все-таки он вырвал бы победу. Хотя, наверное, победу не нужно было вырывать вообще клещами. Она как-то, ну, учитывая, что много было времени и не было никаких проблем там с тактикой, ничего не грозило. Можно было сыграть и потехничнее. Этого он не заметил. Пошел уже 4 неудачно. Но здесь уже этот ход F5, ну, как-то он уже, по-моему, даже не получался. В общем, в итоге здесь в конечном счете была потом взята эта пешка на Е6. Играли на инкременте. Но, разумеется, после хода FF2, ну, уже настолько он подошел близко, что пришлось давать вечный шаг. Да, ну, я бы не сказал, что это какое-то уж очень большое упущение, такая трагедия. Но все-таки ферзь с конем, особенно в Цейтноте, но совершенно, как ты говоришь, игротское. И в такой ситуации что-то зевнуть, на мой взгляд, даже легче, чем вот как-то аккуратно там довести до победы, пусть и внешне простыми ходами. Просто настолько действительно велики здесь геометрические возможности у этой конструкции ферзь плюс коин. Так что я считаю, что не стоит все-таки Аниша здесь как-то сильно ругать. Вообще, я заметил, что я выступаю на этом турнире адвокатом. Ну, правильно. Я еще просто почему хотел это показать? Потому что люди посмотрят и увидят там плюс три, плюс четыре. Это понятно, да. Ну, те, кто считает, что плюс три, плюс четыре – это простой выигрыш, мы их попросим сесть за доску и вот в этих плюс три, плюс четыре на тикающих часах, да еще уставших, продемонстрировать этот выигрыш. Вот я мать зевнул на H2, ничего страшного. Я думал, что только ничья будет. А, беда большая. А теперь посмотрим то, что зевнул Крамник, потому что он зевнул гораздо более крутую вещь. Потому что по сравнению с тем, что делал Гири, ну, это просто на несколько разрядов ниже. Вот. Это партия Крамник-Топалов. Ну, это пара, конечно, особенная в шахматном мире. Это самая нетолерантная, самая неполиткорректная. Ну, в общем, это враги. Это просто откровенные враги, которые не скрывают этого и ненавидят друг друга искренне и очень сильно. Поэтому здесь иногда нервное напряжение у них перехлестывает. Вот партии последних лет, посмотрите. Ну, в общем-то, их колбасит со страшной силой во время партии. Ну, вот здесь Владимир Борисович все время имел перевес и в окончании тоже есть перевес. Он пытается пешку Ф толкать вперед и, в общем-то, правильно делает. Только вот здесь надо было давать шах не на Ж5, а на Е5. Я просто немножко посмотрел после конь Е5. И затем полезно дать шах еще на А6. Теперь король Ж7 просто проигрывает там Ф6 и слишком близко пешка отказывается. Ну, а вот после короля А6, Ф6, здесь есть один нюанс, который позволяет белому играть на победу. Вот смотрите, ладья Ф1, ну, как-то конь Ф3 не хочет сыграть за слон Е2. Король Ж3. Вот. И теперь хотим поставить пешку на Ф7, ну, и дальше ее как-то выиграть хотя бы качественно. Вот, допустим, слон Е4, король А4. Слон Е4 призвано ладью на А8 не пустить. И вот теперь забавный момент. Ладья Ф4, кажется, что надо возвращаться назад. И неожиданно оказалось, можно взять эту пешку. И вот здесь реально эту фигуру держать нельзя. И белые собираются съесть слона, потом прийти к пешке С4. Давайте вот смотрим ключевой вариант ладья Е8. Я думаю, в быстрые шахматы, в быстром блице ход ладья Е8 был бы сделан быстро. А после этого, в общем, на самом деле практически проигран у черных. Потому что пешку надо держать. Опять-таки, инстинктивный ход ладья Ф8. И после короля Е4 здесь просто плохо. Конечно, безнадежно. С королем на А7. Да, и здесь даже король Ж7 тонко не помогает. Если сразу берем на С4, тогда король успевает встать. Но здесь делается тончайший ход король Е5. И, соответственно, король, если берет, тогда меняем ладьи. А если берет ладья, то после ладья С6, точного хода, снова не успевает черный. Потому что на короле Ф8 следует шажок и готовы разменять ладьи. И получается, что действительно с отброшенным королем черные уже сталкиваются с пешкой Ц. И здесь было бы проигранно. То есть, с практической точки зрения, я думаю, что Крамник действительно имел здесь кое-какие шансы. Но для этого надо, чтобы он хоть что-нибудь видел. А, судя по всему, к этому моменту он уже, ну что уж там говорить, просто перестал соображать. И не видел даже элементарно вот того, что у него находится прямо под носом. А именно просто банальнейший, ну, банальнейший зевок коня. То есть, он, возможно, чувствовал, что ладья Ж4 опасна. Но для этого освободил поле Ф5. А то, что оно контролируется еще и слоном, ну, вот выяснилось, что просто черные забирают слона. Ну, элементарно побеждают. В принципе, это все похоже на садово-парковый Блиц. Вот, но с элитными шахматистами тоже бывают такие казусы, когда они очень хотят выиграть. Ну, вот, кстати, последняя ловушка. Последняя ловушка, да. Но в нее не попался Топалов. Ну, в общем, я так думаю, что самый главный кадр, который здесь, это надо видеть крупным планом лицо Крамника. Тот момент, когда последовал ход ладья Ж4. Ну, вот этот кадр, я думаю, он самый такой здесь важный. Но, к сожалению, вот я им не располагаю. Ну, правильно, да. Я согласен со всем, что ты сказал, Сергей. Я вот думаю, вот дотянул бы как-нибудь Крамник до этого ладейного Эйншполя. Я думаю, там бы он все разыграл бы до конца правильно. Все вот эти тонкие ходы, это уже для него это, ну, это у кончиками пальцев. Ну, вот дает сбои система. Вот эти вот ужасные зевки. Честно говоря, вот мы комментировали с Камилой Блиц. Ну, в один момент, что случилось с Крамником, просто было страшно смотреть. Ведь он шесть подряд проиграл. Ну, раз такое может быть? То есть, причем с зевками. Практически все партии проигрывались с зевками в один ход. Вот как вот этот. То есть, что-то вот там развадилось в этом. Ну, нормальное явление. Мы помним, что Каспаров тоже грубыми зевками проигрывал. Видимо, это объективная реальность. Я думаю, что это физиология. Это просто нервная система, которая просто не в состоянии держать концентрацию. И шахматисты, ну, объективно, наверное, самого-самого высокого класса. А кто там выше? Ну, Карлсон и вот эти двое. Карлсон, Крамник, ну, и Анант, кстати, тоже иногда такие сбои дает чудовищные. Но отличие в чем? Карлсон молодой, а вот эти три гения, больших, великих, вот, чьими последователями является Магнус, вот у них уже нервная система не держит. А у Магнуса держат. Вот разница между ними. Я согласен с этим. Ну, что делать? Будем надеяться, что шахматная жизнь, я думаю, история на этом не закончилась. То есть появятся еще, еще будут и Карлсон, и какие-то новые Ананды, они придут. Но просто иногда приходится немножко подождать. Вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки, вот, был у них Фишер, а потом пришлось подождать на Каморре. Это очень много лет прошло. Между ними 44 года разница. А до этого, ну, в общем-то, безрыбье было такое, на которое время от времени заплывали, вот, там, посторонние люди, типа, меня. Ну, вот, так вот. По большому счету, это, в общем-то. Ну, ладно. Хорошо. Значит, ну, говорить как-то о том, как складывалась борьба, кто лидировал после первого, после второго. Да нет, нет смысла. Давай просто партию смотреть. Это бессмысленно. Потому что это было начало. Мне как-то показалось, что в турнире не было явного фаворита. Карлсон начал, кстати, с пары ничьих, хотя он играл нормально первые две партии. Вот, против Веслисо и вторую тоже партию, мне кажется, он играл хорошо. Он играл против Максима. Ну, интересные были партии. В принципе, там не было ошибок явных. Ну, получились две ничьи. И вот в третьем туре Магнус вышел против Ливона. А Ливон не так давно, вроде бы, даже как-то немножко переломил, да? Сумел победить Магнуса. Да, он победил. Да, но у них бывают разные периоды, да. Но был долгий период, когда Ливон не мог выиграть у Магнуса ни одной. Буквально года 3-4. Он то проигрывал, но... Да, да. Большин делал. Сейчас я загружу эту партию. Одну секундочку. Поставлю ее, и мы посмотрим, что здесь случилось. Ну, покажу для разнообразия с первого хода, но только очень быстро. Значит, Магнус идет на борьбу. То есть, ему... Ну, в принципе, у него ситуация какая? Он же не борется за этот общий зачет. Ну, все-таки он только два турнира сыграет. Ну, он, наверное, немножко расстроился, что на Каморо его обошел. Ну, хотел бы выиграть этот этап. Ну, пошел на Голландскую. Ну, в принципе, все ничего так. Редкий очень вариант. И здесь Магнус сделал очень хороший ход. С прямым нападением на пешку Д4. Скажем, если пойти А3, то эта пешка потеряется. И там, в общем, у белых будет хуже. Ливон сообразил, в чем дело. И правильно наркировался. Пожертвовал другую пешку. Эта жертва была временная. Здесь он сделал ход конь Б5. Публика немного оживилась. Смотрели. Ну, конечно. Тут шахи, тактика. Какие-то шахи, вилки. Да, хорошо так. Вот король Ф8. Это правильно. Король Ф7 было бы неудачно. И здесь... КОНГЕ5, да. Да. И здесь на А8 бить плохо. Потому что черные возьмут на Ф1. Но в итоге коня-то, может быть, мы с А8 спасем. Но пешку мы точно потеряем. Этот конь продаст свою жизнь за одну из пешек. А пока белый выведут коня, ничего не будет. Поэтому правильный ход конь бьет Д2. Размен, размен. Здесь Магнус очень мужественный. Правильно сделал ход ладья Ц8. Заманивая противника... На КОНГЕ6. На КОНГЕ6. И заманивая даже на КОНГЕ5. Ну, с простой такой идеей. В общем-то, забрать. Ну, подумаешь, король на Ж5. Ну, потом уйдет на А6. Ничего так не получалось. Я посмотрел. Да и... И Ливон поверил. Правильно сделал. Никакой атакы здесь нет. Может быть, можно выиграть пешку на Ф5. Но это две пешки. Там король на А6. Потом Ж6. Не годилось. Поэтому Ливон сделал правильный ход КОНГЕ3. Вроде казалось страшновато. КОНГЕ под связкой. Но все получается отлично. После хода ФЕРЗД8. Он пошел ладья Ц1. Спешить даже не обязательно. И вовремя... Снова, КОНГЕ6 грозило. Поэтому не было времени для СЛОНГЕ6. Правильно. И вовремя напал на СЛОНГЕ6. Ну, как-то я в этот момент подумал. Но, наверное, позиция уравнивается. Так и случилось. Вот, конечно, король на Е7 выглядит... Выглядит слабовато. Но вот белым никак не добраться до него. То есть Магнус... Я не знаю, предусмотрел ли он все это. Но как-то получилось удачно. Ливон здесь сыграл как-то грамотно. Позиционно так. Ну, я думал... Ну, что? Равная борьба. И здесь он сделал интересный ход Д5. Мне этот ход понравился. Все-таки я опасался, может быть, в каком-нибудь КОНГЕВОМ ЭНШПИЛЕ. У черных структура погибчая. Король поближе к центру. Но все-таки Д5 это правильно. Здесь я подумал, ну, Ливон уж никак не проиграет. Посмотрев на эту позицию. Ну, черных слегка разбиты пешки. После ферзи С5 он ушел. После ферзи Е5 пошел ладья Д1. Ладья С6. Ну, я не знаю, честно говоря. Ну, трудно поверить, что белые вообще проиграют такую позицию. Ну, и главное, такой шахматист, как Ранян, но действительно сумел. Причем как-то постепенно, постепенно. Вот эту партию я посмотрел. Ну, как-то вот он так. Вообще, мне очень не понравилась вообще идея хода ладья Д2. Потому что, ну, если черные что-то и хотят, то разменять ферзей. Ну, тогда у них король поактивнее. Если держать ферзей на доске, ну, скажем, я не знаю, сделать такой колхозный ход Е3. А вот такие ходы любил очень делать. Честно говоря. И до сих пор люблю. Ну, убрал эту пешку из-под боя. Ну, пойдет он на размен, ну, тогда уже можно и ладья Д4 сыграть. А если он, допустим, на размен этот не пойдет, ну, там где-то можно и на А6 прыгнуть при случае. Ну, крепкий ход Е3, правильно? Да. Ну, не будет же он бить на Б2, отдавать на Ф5. Я-то не знаю. Ход ладья Д2 мне не понравился. Магнус быстро среагировал. Ну, вот такой Магнус у нас быстрого реагирования. Там еще ладья Ц1, да, еще попутное дело. Да, и какой-то мат грозит. Ливон забрал. Ну, может, Ливон подумал, что это невозможно, потому что я здесь пойду, ладья Д4. Здесь он задумался. Время было на часах полно. То есть, в принципе, в этот момент мы опять играем ладья и нынешпиль, но у людей по 15 минут на часах. Вот. И 10 секунд добавления. Ну, в принципе, я не думаю, что так уж это все сложно. Я думаю, нервы, что ли, начинают играть роль. А может быть, дело в том, что напугал Магнус всех своим мастерством. Ну, вот хорошо, не пошел ладья Д4. Но здесь я понимаю. Он, может быть, думал, что, ну, как-то там две на одну. Хотя, честно говоря, я не понимаю, у кого две на одну. А белые пойдут сами ладья Ж4. Если у чувака есть уверенность в своих силах, почему не пойти на такой вариант? Пойдут А5, а ты ему ладья Ж4. А кто кого еще неизвестно? Ну, не знаю. Допустим, это острая игра. Он решил, что на нее идти не надо. И пошел Ф3. После Ф3 Магнус, конечно, двинул пешку вперед. Но здесь вопрос серьезный, Сергей. Ну, вот бить на Д5, как сыграл Левон. Мне кажется, при короле на Е3 не должно быть у белых проблем. Королево 2, королево 3. Да, мне тоже кажется. Я, честно говоря, думаю, раз ты пошел в Ф3, надо было продолжать в том же ключе. Ну, какую-то такую позицию. Ну, я не знаю, неужели тут черных что-то есть? Ну, аж 5 они пойдут, хорошо. Ну, не знаю, но, может быть, можно ладья Е2. В Эншпиль в пешечный вы, конечно, не пойдете. Ну, поприятнее у черных. Все равно ладья тактипнее, да. Да, в пешечный Эншпиль можно проиграть, если черный король. Да, да, да. Ну, вообще, сам по себе ход Ф3, видимо, оказался неудачный. Видимо, что ход Ф3 какой-то был, да. И, в общем, здесь самое страшное произошло, что Левон передумал. То есть сначала он вроде решил, пойду Ф3 и буду держать, а здесь он вместо этого дернулся. Ну, хорошо, шаг. Ушел туда королем. Ну, опять. Здесь ситуация критическая, конечно. На самом деле, здесь уже не до шуток. У Белых хуже. И вообще надо серьезно браться за дело. В ладейных окончаниях путь спасению только один. Спросите Аниша про это. Он пошел бы король Ж4, здесь не думая. Надо выдвигать свои вперед. Ну, если бы пошли бы король Ж4 белые, ну, я не знаю. Мне кажется, я набросал какие-то варианты, но... Ну, скажем, вот что черными здесь сыграть? Можно король Е6. Можно любой из пешек взять. Ну, да. Ну, взять и надо смотреть. Ладья Б4, Ладья А4. Ну, хорошо. Посмотрим взятие Ладья Б4. Минуточку. Король Ж4. Что я тут смотрю? А. Не тот вариант. А зачем эта пешка нужна? А я не знаю. Надо пешку на А4 брать. Ну, там король Ф5, король Ж6, да, такая идея? Ну, да, такая простая. Потом пешка Ф идет, да? Ну, прямолинейная игра, да. Ну, две-то они две, но все-таки двигать еще долго нужно будет. Да, долго. Ну, такой общий какой-то. Одна бежит быстрее, да. Согласен. Ну, да, то есть, ну, белые по весу, как-то, как говорили раньше, да, смотрят на эту позицию. Ну, может быть, это не та позиция, которой хотелось бы, ну, с первого хода на нее идти. И, может быть, даже с того, вот, когда по Ферзюбовой по воде. Может быть, как-то еще, ну, не знаю. Ну, когда уже дело-то запахло жареным, ну, надо было пойти к королю Ж4. Я вообще не знаю, что Магнус пошел бы. Я думаю, король Е6 было бы в его стиле. Ага. Ну, тогда я подумал, что на король Е6, что-то у меня были какие-то мысли по поводу хода короля Е6. Сколько он, что-то запутался я в этих анализах. Так, король Е6. Ну, тогда с восьмого ряда мы идем сюда. Погоди, опять-таки, вот ты пошел на восьмой ряд. А зачем нужна пешка Х2? Почему не бить на А4, Алексей? То есть пешка Х2-то кому нужна? Вот я не совсем понимаю. Ну, вот потому что я не могу понять, как тут играть. Ну, я понимаю, что Б5. Ну, вот я не могу понять. Или Б5, или ладья Б4, и А пошла. Ну, ты хочешь сказать, что просто... Ну, вот я не могу понять, как играть здесь вообще. Я ничего не могу понять, что происходит. Грозит Ф5. Вообще, кто играет на выигрыш? Вот это, кстати, да, вопрос. Ну, вот это вот... Не могу я этот вариант как-то на него вот так вот с уверенностью пойти черным. Да. Я был бы... Я вообще думаю, что, может быть, зная Магнуса, какой-нибудь G6 такой глубокий ход. Он любит запутывать людей. Да, перекрыть, перекрыть, да, дорожку. Вот не исключено, что вообще ничего не возьмет из G6. Я даже, ну, я не знаю, не хочу там как-то долго анализировать. Ну, в принципе, Белому уже, честно говоря, нужно было браться за дело. Еще неизвестно, спасся он или нет. Ну, как-то Леон же совсем безропанно. Ну, он ужасно сыграл. То есть это... Пошел вот на такое дело. Ну, теперь... Ну, не той фигуре на G7 забираешь. Ведь пешка F все-таки без поддержки короля не так опасна. Вот здесь очень тяжелый эндшпорт. Я не знаю, тут можно ли здесь в анализе спасти. Ну, разумеется, пешка H6 вообще никого не волнует. Две бегут быстрее, чем три. Мне понравился перевод ладьи в тыл. Ладьи АЦ4, ладьи АЦ7, ладьи АС7. И все, и конец. Вот это очень высоко было. Ну, как можно с этим бороться? Ну, что-нибудь такое вообще? Ну, это очень непросто так пойти. Кстати, была возможность. Потому что единственное усиление за черных, это идти королем в эти снятия. Все-таки это отводит короля от пешки F. Может быть, здесь нужно было ничего искать. Вот идти вот так вот. Ну, не знаю. Это уже дело такое. А после хода F4 форсированный проигрыш. Ладьи А7. Ну, разыграли они. Все это они разыграли. Но вот, к сожалению, к сожалению, ничего не проходит. Правильный ход ладьи А8. И еще более правильный ход А2. Ну, и выяснилось, что на ладьи АЖ8, ну, собственно говоря, простает Ферзян. То есть ладьи Нэшпиль был как-то очень сложный. А получилось все, если так посмотреть на ходы, вроде бы примитивно. Вот играют люди в шахматы. Вроде фигур поровну 64 поля, а выигрывает Магнус Карлсон. Вот так. Да, это как в футболе немцы. Да, в футболе немцы. И это неизбежно. Неизбежно. Так. Неприятный был удар, я думаю, для Ливона. Я думаю, что здесь действительно много было странных вообще моментов в этом турнире. Но есть и будет, а будет еще больше. Ну, давайте я покажу, как продолжил падение Крамник. Но здесь даже, собственно, какой-то хитрости, тактику никакой обсуждать не будем. Это просто срыв нервной системы. Вот посмотрите на позицию с вашей лагравом. Володя играет черными. Ну, при его-то технике, понимании и вообще умении координировать фигуры, ну, к чему он всегда относился очень трепетно, так это к пешечной структуре. Но вот когда человек находится в таком надорванном состоянии, когда, видимо, он не может справиться со стрессом предыдущего поражения, ну, иногда начинает творить бог знает что, и демонстративной активностью пытается заглушить в себе вот эту горечь. И пытается вот просто отыграться, за что, собственно, отец и бил сына. Вот смотрим на диаграмму, черные совершенно не обязаны делать какие-то резкие движения. Можно усиливаться там, ферзь Д7, ладья Е8, в нужный момент конь Ж6, когда удар на Ж4 проходит. У черных вообще не хуже, у черных полный порядок, конь на Д5 стоит крепко, пешка на Е5 потенциальная слабость, на Ф3, когда надо, разменяемся. То есть вообще не нужно делать ничего резкого. Но вот в нормальном здравом состоянии крамник Б5, вот этот ход, просто не сделал бы. Он бы скорее застрелился бы и утопился бы. Но теперь после АБ выясняется, на ЦБ конь Е3, просто конь на Д5 виснет, на ладья бьет Д5 ферзь А3, и, собственно, чего добились черные активизации вот этой ладьи. Пешка на А7 висит, ее, кстати, надо было как-то грамотно здесь жертвовать, путем ферзь Б8 развязываться. Но в любом случае достижений никаких. Еще слон на Ж5 идет со связкой коня на Е7. Но здесь Володя как-то сыграл А5, вот опять-таки из первого слоя логики, вот напали, защищаем. Но после Ж4 выяснилось, что вот он, видимо, совершенно не видел, представляете, какое состояние великого шахматиста, он совершенно не видел то, что белый конь с темпом идет на Д4, и просто начинают в черных здесь гигантские проблемы по вертикали Д. То есть, соответственно, тут говорить о каких-то вариантах вообще не приходится, потому что белые буквально дожимают всю эту конструкцию. Вот с той пешкой на Б7 все это было бы ерунда. А без пешки на Б7, когда пункт С6 уже все фактически падает, это уже горе. И, ну, дальнейшую партию я даже смотреть особо не хочу. Здесь слон Ж2 было сильнее. И, в общем-то, какие-то были здесь спасительные моменты для Крамника. Мы же знаем, что он, в принципе, любые позиции может защищать. Ну, вот и здесь тоже. Если бы он понял, просто понял, в чем тут опасность, он бы сделал бы форточку, причем поширше, как говорит Аркадий Райкин, G5. Ну, чтобы слон на G6 еще пошел бы. Еще можно было бы играть и играть. Ну, без пешки таких позиций Крамник за свою карьеру спасал миллион раз. Но он снова что-то зевнул. Просто поставил слона под бой, после F4 выяснилось, что ладья уходит, слон остается под боем. Ну, в общем, это уже не шахматы, это уже действительно, ну, какое-то самоуничтожение и полное затмение на солнце. Ужасно, да. Да, ну что тут скажешь. Это просто вот надо в этот момент смотреть человека, надо в этот момент как-то брать тайм-аут, не знаю, отдыхать. Возьмешь тут тайм-аут. В санаторий ехать. Сергей, ну ты же видишь, какая обстановка. Вот сделать вот это вот расписание. Причем подписываться нужно на него за полгода вперед. Да, и на все турниры сразу, да? На все турниры сразу. Это невозможно. Тебе приказано выжить. Ты не имеешь права ни на что. Я не знаю, ни на болезнь, ни на отдых, ни на семью. Вообще не за что. А стоит ли это вообще того? Я вот, честно говоря, думаю. Ну, я думаю, что шахматистам на самом деле пора бы, ну, пора бы, я не знаю. Это, конечно, об этом мы раньше говорили. Вообще подумать немного о своих правах, о своем здоровье. Ну, вот в любой профессиональной лиге существует профсоюз игроков. Которые, да, ну так вот. Ну, вот была идея, да, этот, как, где Эмиль Сутовский там заправлял или Паша Трегулов, как это называлось? Ассоциация шахматных профессионалов. Ну, да, но они... До сих пор заправляют. Ну, что же... Заправляют. Ну, вот они, тем не менее, тем не менее, главная их задача была не какие-то там турниры проводить, а задача была, ну, все-таки, ну, я не знаю, как-то, я не понимаю, как это возможно было бы, но как-то начинать представлять интересы шахматистов. Ты знаешь, ну, в данном случае надо Крамнику запрещать играть в турнирах, надо Крамнику более грамотно подходить к своему дебютному, ой, турнирному графику. То же самое касается Керуаны, Накамуры, еще так далее. Но этим же людям не запретишь... Вот попробуй Крамнику что-то запретить. Вот ему кажется, что он... Ну, загнались, наверное, но что значит Крамнику не запретить? Ну, подумаешь, есть люди, которые, ну, я понимаю, мы шахматы, мы живем в своем мире, и нам кажется, что действительно Крамник выдающаяся страница истории шахмата, о нем мы считаем, что будут вспоминать и 100 лет, и 200, и 300, и там 500. Ну, может быть, так оно и будет. Я надеюсь, что так оно и будет. Но вот на самом деле, ну, ну, не бывает такого. Ну, скажем, люди, спортсмены в других видах спорта зарабатывают денег не меньше Крамника, и побольше, может быть, даже в 10 раз, чем Карлсон. Но, тем не менее, они не могут делать то, что они хотят. Они связаны по рукам и по ногам какими-то контрактами, там, этими страховками. Попробуй, каждый раз начинается разговор там. А может вот этот хоккеист поехать сыграть там за сборную Канады в чемпионате мира по хоккей? Или там этот, может ли он сыграть, я не знаю, за клуб или в этом? Ну, оно всегда так происходит. И в этом есть здоровое зерно. Поскольку, если дать все это на самотек самому спортсмену, ну, ему не то, что это жадность даже. Я думаю, ну, ему просто неудобно подумать. Ну, вот я подведу людей. Вот один раз Карякин сказал, не приеду, но не могу. Ну, нет сил, не могу ехать в Норвегию. Так на него спустили всех собак. И хоть один бы вступился из шахматистов и сказал бы, что вы вообще пристали к нему. Ну, не может чувак играть, ну, не может. Люди на работу тоже не могут ходить 365 дней в году. Алексей, ну, были такие шахматисты и вступались. Просто, возможно, вот отдельные тусовки, где вот собираются люди одной направленности. Не знаю, я в интернете слышал и читал разные точки зрения. И, ну, там был, конечно, вопрос с контрактом, насколько он мягок. Он действительно оказался мягок. Я сам с Сергеем разговаривал. Он говорил, что контракт дает мне такую возможность. То есть, ничего страшного не происходит. Вот, но действительно шахматисты в любом возрасте, и уж тем более в таком возрасте, как у крамника, должны все-таки считать ходы наперед и грамотно свои силы взвешивать. Всех денег мира не заработаешь, а выглядят столь нелепо и столь жалко, как вот иногда выглядит сам великий крамник. Ну, это просто портит и их собственному имиджу. То есть, вот эти вот, там, не знаю, 10-20 тысяч долларов заботится, а вот это все останется. Сергей, извините, я перебью. Вот здесь написано вообще, на табло же все написано. Вот крамник приехал. Четыре дня он изгалялся вообще над самим собой. В рапид он играл более-менее нормально. В блиц потом продал шесть подряд. Унес он в клюве семь с половиной тысяч долларов. Ну, вот. Ну, я понимаю, конечно, как на это посмотреть. Да, разумеется, ну, многим людям, ну, что там говорить, нужно несколько месяцев работать там, я не знаю, там, стоять у прилавка там или у станка, я не знаю, чтобы заработать такие деньги. И то было бы хорошо. Но все-таки по понятиям крамника, ну, я думаю, что это неправильный подход вообще. Не стоило это того, вот я смотрю на все это дело, не стоило. Наверное, ему не стоило играть вообще вот в этом цикле. Ну, не знаю, как вот, как так получилось. Я с Володей разговаривал вот после Кубка мира в Баку, и я в нем понял, что в нем еще вот очень-очень молодой человек, достаточно амбициозный, достаточно боевой, который хочет доказать, что он все-таки сильнее всех играет и хочет побороться за титул. Вот это в нем не умерло, оно еще живо, и вот ему, видимо, кажется, что все у него в порядке, что вот он может выдержать. Ну, и вот мне кажется, что сейчас происходит какой-то момент осознания, разочарования. Он, вот, ну, не знаю, для меня он молодой человек, а так вообще за 40 все-таки это уже серьезный возраст. Тут надо как-то действительно адекватно оценивать возможность своего организма. Видимо, он переоценил это. Вот, может быть, отцовство, может быть, вот действительно почувствовал себя молодым. И разочарование после этой второй молодости, оно бывает еще горше, чем после первой. И намного быстрее, да. Ну, я, со своей стороны, я очень рад, что Владимир продолжает верить и бороться. Я только не понимаю, вот эти вот заработки, какое они вообще имеют отношение к борьбе за первенство мира? Нет, а заработки имеют отношение к семье, потому что это все-таки... Нет, ну, я понимаю, это другой вопрос. Ну, тогда, ну, здесь выбор делается между одним или между другим. Да, да, да. Ну, хорошо, знаешь, мы встали с тобой на очень скользкий путь критиковать судьбу человека, который сам себе господин, и человек-то непростой. Мы же сейчас не молодого пацана учим в жизни, а крамника. Нет, ну, ругать-то мы можем кого угодно. За нами это что-то стоит, что ли, за спиной и говорит, а это нельзя-то. Мне никто ничего не показывает. Там, ну, то есть, я вообще могу делать все что угодно, не знаю, как ты. Да. Ну, ладно, давай смотреть дальше, покажи что-нибудь нам. Да, надо бы... Так, что я хотел вообще здесь показать? У меня была какая-то следующая запланированная идея. А, ну да, Накамура. Естественно. Значит, Накамура победитель первого... Победитель первого этапа. Игра, откровенно говоря, не пошла. Но, конечно, с крамником мы видели. Во втором туре потерпел Хикару довольно болезненное поражение от Топалова. Я думаю, что позиция у него была лучше в какой-то момент. У него была ладья, две пешки за две фигуры. Но он допустил блокаду по белым полям, которая неожиданно переросла еще в сильную атаку. На короля черных по тем же самым белым полям. И, в общем, потерпел довольно тяжелое поражение. То есть, это было 0 из 2. И вот в третьем туре вышел белыми отыгрываться. Ну, а напротив сидит Аниш Гири. Я сегодня Аниши показывал. Ну, в общем, каким-то путем они попали в Грюнфельда. Но если человек Грюнфельдист, то у него всегда Грюнфельд получится. Я думаю, если был дебют. Это да. Ну, вот. И здесь вот это вот взятие на Д5. Но, на самом деле, можно об этом во всем подумать, как какой-нибудь защита Тараша, только с переменой цвета. Ну, а там все-таки не спешат бить на Д5. Но здесь белые пытаются использовать свой лишний темп. Это было применено Корякиным против Свидлера. Ну, в этом их знаменитом матче. Но там к этому моменту уже все там... Это уже было где-то, по-моему, по 10 минут. К этому моменту уже два бойца лупили просто куда попало друг друга. Никто уже за техникой не следил. Но все-таки Сергей пошел в ферзь Б3, что, мне кажется, ход-то правильный. По крайней мере, он выдадил Е6. Все-таки, когда вынуждается Е6, и слон закрывается. Е6 было сыграно здесь Петром. Ну, после этого какая-то игра там. Ну, допустим, может быть и равенство, но какой-то смысл есть. А вот то, что сделал Хикаро, я думаю, он просто все перепутал. И в этом вообще нет никакого смысла. Он пошел сюда, но теперь получилось, что он не может даже вызвать ход Е6. Вообще непонятно, что он делает. Ну, позиция, тем не менее, известная. Ну, она известная, равная. Вот что она. Ну, здесь играют слон Е2, после чего играется Б6. Ну, ничего плохого не случилось. Можно так пойти на долгую игру. Но Хикаро-то не хотел идти на долгую игру. Он решил идти на игру быструю. И по этому поводу двинул Аш-4. Модный такой, да? Ну, да. Сейчас, если где-то можно нарушать дебютные принципы, то стараются делать везде. А ведь Ларсона, как его ругали за это, говорили, что что-то в этом есть. Ботвинник его ругал, говорил. Что-то нездоровое это вот. Хотя, на самом деле, когда Ботвинник сам поехал играть по этим пальмам, там, Майокам, после того, как он уже отказался от борьбы за первенство мира, он сыграл довольно немало турниров, и с тем же Ларсоном вместе, то он тоже играл довольно... Входил в кураж, там, и начинал тоже играть. Не совсем классически. Потому что он смотрел, как Ларсон набирает, там, допустим, 14 с 19, но им надо было набрать 14 с половиной. Ну, понятно. Но я не знаю, насколько это уместно в этой позиции. Но, честно говоря, все-таки такой открытый Грюнфорд... Ну, сомневаюсь я в этом. Конь С6, конечно. И здесь понесло в другую сторону. Ну, вот, мне кажется... Ну, я не знаю. Ну, что, аж 5 он не пошел за Е5, правильно? Я посмотрел такой вариант. Хочется выиграть темп, сыграть с Лон Д3. У черных страшный удар имеется в распоряжении. Такое, типичное. Да. Ну, в общем, тут уже... Ну, здесь много путей. Слон Е6. Чудовищный силы ход. Бить нельзя. Там, просто все... Ну, удар на Д4 потом следует. Ну, в общем, летит все просто. Тут ничего не остается от позиции. До атаки руки не доходят. Ну, я не знаю. Ну, все-таки, может быть, аж 5 можно было пойти. Ну, вот, произошла смесь разных идей. Слон пошел на А3. И Аниш, который... Ну, все же школа Грюнфельда у него блестящая. Одержал победу над самим Карлсоном, когда еще был совсем молодой. Особенно не задумываясь, применил такую классическую жертву пешки. И здесь напрашивался ход Ферза А5. Да? Да. На все напасти. Наверное, белые сыграли бы Слон Б4. Ну, здесь об уравнении, ну, вообще смешно. Равнять можно как угодно. Но хотелось бы сыграть на выигрыш. Пойти сюда. Появляются идеи ладья Б8. В общем, много здесь идей. Не знаю. Мне кажется, здорово у черных здесь получалось. Ну, вот здесь где-то белые могут в Эншпаль убежать. Но ничья им далеко здесь не гарантирован. Конечно. На Д4 рухнет. Ну, вот мне понравилось, что Анишу мало было, да? Ну, любой... Он задумался надолго здесь. Я думал, может, сбой в трансляции. Он задумался надолго и сделал намного более амбициозный ход с Вон Д5. Ну, идея-то понятна, да? Какой-то открытый... Ну, если ты какой-то открытый удар там вот конем... Ну, последовало вот так. И Ферзь С7. Очень спокойно играется. Но главное, что за спокойным ходом жертва качества Е5. Ну, я не знаю. В лучшем стиле. Замечательно. Просто приятно смотреть на такую игру. Я сам, как старый грюнфельдист, смотрю на такое, сердце радуется. Да, и застучал копытом, да. Ну, да, такое. С грюнфельдом. Я очень люблю рассказывать историю, как я научился играть за счёту грюнфельда. Можно рассказать? Да. Займёт две минуты, Сергей. Ну, не больше. В общем, мы на сборах, на шахматах неудачно мячиком разбили стекло там футбольное. Ну, и были всё-таки на день в комнате. То есть, вот, не выходите из палаты. Ну, а в качестве развлечения там был какой-то репродуктор, который что-то хрипел там радио. И нам всё-таки дали книжку за счёту грюнфельда. Но на следующее утро я уже был готов просто играть с кем угодно. Вот так надо учиться. Ну, здесь вон Б5, может быть, был ход такой. Но всё равно там хуже. Он пошёл с вон С4. И Аниш разобрался довольно серьёзно. Вот это очень правильный ход. Потому что теперь белым маркироваться-то будет не очень хорошо. Качество спокойно отдаётся. Здесь я уже защиты не нашёл. Ну, король совсем плохой, да. Рокируешься туда, так могут... Ну, разные вещи могут произойти. Там, и пешка на Ф3 в какой-то момент. Ферзь на Ф4, потом слон на Е5. Ну, в общем, слишком много. Бить вообще эту пешку нельзя. Слона потеряешь. Угу. Ну, то есть... Ну, что сделал? На Хикару, конечно, здесь было жалко смотреть. Он пошёл куда-то королём, но... Ну, не знаю. Ну, ничего здесь не могло помочь. С такой пешкой что-то сделаешь. Пешка. Да, и слон её хорошо поддерживает. Слона перекрыть не получится, поскольку... В этом оказалась проблема структуры. Не в том, что мат получаешь. Ну, здесь... Аниш сыграл в своём стиле. Корить ему не надо. Он перешёл... Выиграл качество. Пошёл просто... С1 ферзь. Ну, мог, наверное, выиграть и побыстрее. Мог пойти так. То, что на воде от С1 есть довольно несложный. Да, и на Е1 шаг. Да. Ну, он сыграл как-то так профессионально. Ну, в общем, ну, ничего. Ну, подумаешь, белые там сделали два активных хода. Спастись они всё равно не могут. И легко выиграл. Ну, молодец. Молодец, Аниш. Мне очень понравилась эта партия. Ну, а что касается Накамура... Собственно, нагрешил Накамура. Так что это наказание за грехи. То есть, видимо, аж 4 слона 3 как-то, в общем, по центру был продавлен. Совершенно нормальная, банальная, на мой взгляд, партия. Если бы не фамилия Накамура, мы бы вообще на неё особо внимания не обратили, мне кажется. Ну, вот Накамура и третью подряд. Так что, поэтому обращаем внимание. Да. Вообще, я думаю, что народ как-то думает так. Но если Накамуре дать выиграть второй турнир, ведь у них что получается? Они будут отбрасывать плохой результат. И Накамура не такой плохой шахматист в классику, но чтобы обязательно оба турнира занять последнее место. Я думаю, что он сыграет-то там нормально. Поэтому если дать Накамуре выиграть эти два турнира, то тогда я думаю... Ну, вот эти два этапа я имею в виду. Тогда я думаю, что всё ясно просто будет. Ну, что ж... Поэтому все против, все на одного. Против Накамура, да. Ну, правда, всё равно один на один приходится драться, не коллективно. Так что... Ну, да. Всё равно всё в его руках. Я думаю, он как минимум близко своё отберёт очень много. Всё равно в тройке будет, я в него уверен. Так, ладно. Всё-таки выносливость у него фантастическая. Давайте посмотрим теперь, как Магнус Карлсон проиграл выигранную позицию. Ну, собственно, этот грех присущ всем, абсолютно всем шахматистам. И ещё не родился, и долго не родится такой шахматист, у которого не будет таких эпизодов. Так, смотрим на партию Карлсон-Каруана. Здесь Магнус владел преимуществом. И, собственно, позиционный диаграмм. Видите, пешка С должна пройти в ферзи. Важно только не попасться на какие-то вечности, на какие-то, значит, угрозы королю. Вот. Ну, сразу играть С6 нехорошо. Конь Д4 просто эту пешку могут съесть. Поэтому ладья Е1-ход нормальный. Шикарный ход. Да. Вот здесь, конечно, надо было начать с хода Х5. Но я думаю, что сильно критиковать отдельные ходы не будем. Итак, ладья Е5, ферз Д2. Всё правильно, потому что конь подвисает. И вот здесь очень важный момент. Чтобы толкать эту пешку, понятное дело, что нужно убрать слона. Вопрос в том, куда его убирать. Так вот, оказывается, что здесь довольно простой выигрыш был связан с тем, что убрать слона на G3. На G3, да. И очень важно, что вот все эти нападки пешек, либо H7-H5, либо F5-F4, они просто ведут к выгодным разменам. Я думаю, что Магнус не увидел именно вот это. Вот смотрим, смотрим. И вот здесь, опять-таки, простым логическим мышлением, в вариантах он считал ладья бьет Е6, конь Е6 и не прошла. А она на самом деле прошла. Играем в С6, ну и, конечно, выиграем качество с элементарным выигрышем. Вот для меня корень его просчета совершенно очевиден. Именно в том, что примитивные, такие простые, рабоче-крестьянские взятия смотрятся, ну а какой-то более хитрый промежуточный ход нет. И отсюда все и сложности. Чуть-чуть не досчитал, чуть-чуть не доработал, ну и дальше начинаются проблемы. А проблемы длились следующим образом. Он здесь туда-сюда. Решил ферз Д7 еще повторить. А молодец, здесь Фабиано стал пешку надвигать. Пешку на А4 поставить очень полезно, чтобы отдавочку на шее белого короля оставить. Но и здесь тоже слон Ж3, кажется, выиграл. Вот здесь слон Ж3, но могу сказать, что это уже из более высокого класса. Если до этого это был примерно второй класс, то это уже класс примерно восьмой средней школы. Вот здесь берем на А4, значит, ну видно, что ладья подвисает, шажок, ушли. Ладья Е5, ну не так все просто. Слон здесь, видите, под колпаком у папаши Мюллера находится. Ферз Д3, тонкий ход, нападаем. Причем взять-то не особо хотим за ферз и Ф1. Ну, пешка идет вперед. Ладья Е3, ферз Д5, ферз Х5. И вот здесь тоненьким образом активизируется ладья. Ладья Д1, ее перекрывает, а после ладья 1 перекрыть уже некому, потому что поле Е8 находится под контролем. И, в общем, здесь белые получали опять-таки выигранную позицию и побеждали. Но вот я могу сказать, что когда человек просчитывается в простых вещах, такие вещи уже не видят. Я думаю, что просто слон, просто само взятие на А4 не заметил. Да, конечно. Я думаю, что с этого началось. Я думаю, вот пошли А5, теперь слон G3 еще под А4. Ну, вообще труба. Да. Я начал смотреть. Если бы стал смотреть, что можно взять на А4, ну, может быть и... Потому что, в принципе... Поехал в эту сторону, да. Да, мне кажется, что просто решил в эту сторону больше не смотреть. И перевес по времени расставил. Дело в том, что у Карлана в этот момент, когда он на все это пошел, время совсем не оставалось. У Магнуса мало того, что выигран на доске, так еще был перевес по времени. Ну, тем не менее, вот... Я, кстати, не знал про Цветнот Карлана. Я просто не смотрел в прямом режиме. Вот здесь Магнус так и не догадался слона на G3 поставить. А вот после хода ладья Е5, мудрого, сделанного итальянским американцем, здесь уже все совсем непросто. Дело в том, что Белый Король действительно оказывается в непростом положении. Ферс Ф4, конь G3 подграживает. Вот ладья Ф1, ход правильный. Ну, вот здесь Магнус, можно сказать, как Чацкий, пал жертвой собственного ума. Ну, нормальный, банальный ход ладья Ф2 сохранял равенство. То есть ладья Ф2 на ферс Е3 можно сыграть ладья Ф1, ферс Е4 и снова ладья Ф2. То есть здесь Белый держит оборону, но уже на выигрыш не пенсендует. А он все-таки по инерции это хотел выиграть. И после ладья Ф3 страшный удар, совершенно страшный удар. И снова та самая хваленая конструкция. Ферс плюс конь. В то время как белые фигуры не могут никаким образом прийти на помощь своему королю. Ну и дальше короля просто били. Здесь забавно, что и пешка С не идет. То есть этот конь вообще здесь вырезал всю доску. Ну, как-то доедает белых здесь Фабиана. И идея в том, что просто увезти ферзя, а потом пешка Б пошла. То есть у черных еще и, как ни странно, две лишние пешки образовались. В общем, очень горькое и болезненное поражение Магнусу. Кстати, по времени он пошел король Д2, но время прошло. На табло загорелись нули. По всем статьям. Я думаю, что он не сдался. Но это уже показывает, что заплыв был уже на 100%. Так, кто у нас еще остался? У меня одна партия осталась у тебя. Да, надо уже на... Ну, у меня осталась одна партия. Ну, расскажи еще одну, а потом я посмотрю. Да, да, давай. Сейчас сделаю. Так, есть такая партия. Да. Так, это у нас Накамура против Калсона. А, ну, совсем коротенько. Здесь, собственно, говорить не о чем, потому что Магнус все перебил. А это сразу же после этой было, да? Ну, конечно. Нет, вот Крамник зевнул Топалову, после этого в разобранных чувствах и следующий проиграл. Ну, и с Калсоном произошло то же самое. Здесь достаточно актуальная система. То есть она вроде как Каргозина. Итоговая позиция по дебюту, она получается такой в духе Немцовича. Вот вариант с ФСЦ2. Ход ладья Е8 абсолютно нормальный. Черный готовит удар по центру. И вот после слона Д2 вот здесь самый правильный ход сначала вести слона на Ф8 и потом уже играть Е5. На эту тему есть 500 миллионов партий. В общем, все все это знают. А ход Е5, который здесь сделан, он довольно рискованный, связанный с необходимостью потом разменивать слона. Ну, вот об этом-то Магнус Хенрикович и забыл. Значит, после разменов абсолютно вынужденных, ну, так или иначе надо брать. Здесь, собственно, были партии. Черные преспокойно били. Слон бьет С3 и ферзь бьет Д5. И пытались доказать, что у них здесь за счет преимущества в развитии есть какая-то контр-игра. То есть ладья Ж1. Понятное дело, что у белых свои очень сильные угрозы. Слон Ф5 надо играть. И самое главное, что слон на Ж6 перекрывает эту вертикаль. И здесь борьба, собственно, продолжается. Хотя, ну, согласно моим анализам, все-таки перевес у белых. Слон на Ц3 там действительно реально очень силен. Ну, а Магнус, конечно, не хотел давать позиционную ступку соперника. Смело побил, конь бьет Д5. И после ответного взятия, я думаю, что здесь просто наступила пауза. Вот немая сцена по Гоголю. Потому что здесь-то выяснилось, что братья Ферзьон висит Слон. А размен на Д2 тогда будет защищен конь на Д5. То есть человек просто остался без фигуры. Это даже вот не второй разряд. Это, в общем, ну, где-то там третий уже, ближе к третьим. Ну, вот Магнус с Годи еще сделал несколько ходов. Здесь очень важно, что взятие на Е3. В случае взятия на Е3. Потом черные отъедают ладью на Ж1 и получают почетный мат на Е8. Потому что белые закрываются. В общем, здесь что-то всерьез обсуждать нельзя. Потому что у белых лишние фигуры. И позиция лучше. Ну, в общем, вот это расстройство Магнуса длилось недолго. И здесь он все-таки решил, что пора сворачивать эту лавочку. И, в общем, сдался. И, конечно, первый день закончился для него откровенно трагически. Да, неприятно. Но поражение от Накамуэра... В чем, в основном, и конкурент уже проиграл в этих всех зачетах. Ну да, потому что... Во всяком случае, в рамках этого турнира. Ясно же, что главные конкуренты. Ну, то есть, неужели так вот и будет? Все-таки ведь эти очки умножаются на два. Ведь Анант может сделать такой задел очков в Рапиде, что... Ну, хотя я не знаю. Ты думаешь? Я думаю, что все равно шансы на первое место есть у Накамуэра. И я бы все равно на Магнус поставил. Чисто говоря, при всем уважении к Анаде, мне пока не верится, что он выдержит Блиц-марафон. Ну, хорошо, посмотрим. Об этом еще говорить рано. Мы завтра вечером об этом поговорим. Да, я думаю, надо посмотреть, чем этот Рапид закончится. Ну, в общем, удивительные дела происходят. Магнус поплыл. Ну, вообще, повезло ему немного. После этой партии еще нужно было бы сесть, сыграть парочку. Как раз вовремя ушел на перерыв. Я думаю, что Магнус завтра действительно будет похож на самого себя. А тем временем в лидерах перед последним туром был у нас Карвана. Который, кстати, обыграл в первом туре в хорошей партии Топавова. Я вообще не знаю, почему мы ее не прокомментировали. Но все-таки в один момент ладью пожертвовал. Ну, ладно. Как говорится, за всем не уследишь. А вот это вот партия Карвана, который играл с Весли Сон. Весли, ну, как-то он так сдерживает себя. Может быть, играет аккуратно, где-то не возражает против ничьей. Но мне так показалось в общем и целом. Ну, приспосабливается парень. Но потенциал, конечно, большой. Ну, здесь сложная партия. Очевидно, что Фабиано, как обычно, играл на осложнение. На такую тяжелую, тягучую оппозиционную борьбу. И здесь вот он решил, что нужно ударить по центру. Ну, наверное, ход правильный. Ну, вот получились следующие события тут произошли. Зашел конь на С3. Ну, само по себе это еще не означает, что у белых здесь плохо. Ну, сыграл ладья Е1. Здесь интересно. Я думал, правильный план за черных был бы пытаться открыть линию на ферзовом фланге. Я думал, что надо было пойти в Б6. И если белые, допустим, продолжают в своем амбициозном ключе, то есть Ф4 и Е5, отрезать пехоту от танков, выиграть на Д4, поймать коня, то вот надо немножко их потревожить в этот момент. Ну, здесь не знаю. Есть тут какие-то возможности для контр-игры. Позиция очень сложная. Не могу сказать, кому отдать здесь преимущество. Это я предполагал сводчица. Но удивительным образом Весли пошел в ферзь Е7. Думал, что это может просто зевок был. А может быть он решил, что он ничью там сделает. Ну, в варианте, в простом. Конь бьет Д4. Ну, разноцвет будет, правильно, да? Да, конечно. Может, он подумал, что здесь легкая ничья. Может, он и прав. Я не знаю. Ну, бог с ним. А Фабиано на это почему-то не пошел. Вот максималист, надо же. Ну, вот у тебя плюс два. Силы-то, в общем-то, на исходе. Ну, они у всех на исходе. Ну, неужели надо было отказаться от такого, от такой позиции? Ну, покатать немножко. Ну, не выиграл. Ладно. Ушел с плюс два на перерыв. Нет. Не может так играть. Не хочет. Удивительный характер у человека. Он вместо этого пошел на сложнейшие дела. Ну, оказалось, неправильно. Пошел-то он Ф4. Конечно, и Е5. Последовал своевременный подрыв. Подрыв Ф6. Если бы его не было бы, ну, наверное, тогда белые действительно зажали бы. Он все равно пытается зажать. Вот какие у него идеи. Но здесь взятие. И какой-то спокойный такой ход, король Х7. Ну, вот здесь я понял, в чем была идея. Он просто выжизал, чтобы конь ушел от пешки Б7. То есть на автоматический ход конь С4, который, ну, наверное, сделал бы любой шахматист. Задумка у Весли была пойти в Ф5. И как-то конь на Д6, ну, сильная фигура. Но все-таки на Д4 будет трудно выиграть. Потому что мы собирались выигрывать эту пешку Ферезем. Правильно? А после размены Ферезей появляются какие-то контр-шансы. Связанные, кстати, с ходом Ж4. Я даже подумал, если, допустим, воспрепятствовать ему, то все равно черные отдадут пешку. Ну, здесь какая-то сложная борьба. Влади АЦ2, конь Д5. Ну, не знаю. Ну, все равно, наверное, нужно было так сыграть. Но Фабиано уже был неудержим. Его остановить было невозможно. Ему надо все. Он еще сделал ход Х4. Я думаю, что элементарный зевок, потому что забыл, что на Е5 висит. Ну, что тут обсуждать? Ну, забрали. Ну, в общем. А дальше была, ну, скажем, ситуация такая, как обычно. У Фабиано безнадежно. И на часах еще там остается играть на инкременте. Попротивенька минут пять. Вот что из этого получилось. Ну, Весли обязательно надо было вторую пешку забрать. Вообще мог пойти просто конь Д5. Перевести коня на Е3. Можно было и с одной пешкой выиграть, наверное. Ну, пошел так. Допустил ход Б5, который не был сделан. Но неважно. Вот что получилось. Пошло. Д2. Шах. Ну, Ферзь Е3. Ну, я не знаю. Ну, что тут можно сказать. Висит пешка на А6. Хотелось бы пойти Ж5. Ну, и заодно вынудить задачу партии. Поскольку уже ресурсов у белых больше не будет. Ну, я думаю, что трудно было уже и вцепнуть, и с устатку все это видеть. Наверное, да. Ну, просто произошло какое-то затмение у обоих участников. Потому что здесь Фабиано, он же только что с Е3 пришел. Он забрал на Б4. Ну, выиграть хотел, да? Ну, все-таки без Ферзя. Ну, я не могу поверить, что он не видел, что можно вернуться назад. Он же только что оттуда пришел. Противник откровенно предлагает ничью. Он не пошел в Ферзь Е3. Забрал этого глупого коня, но после хода Ферзь Д2 уже атака не получается. Да, естественно, сдаться надо, да. Ну, дал, дал такой шаг, может, рассчитывал на Ферзь Е7, тогда в Адере Е7, но после короля Ф8 уже на А6 не вернуться, и пришлось, пришлось пойти Ферзь Е7, а контратака была неумолимая. Ниматься в 5. Вот так Фабиан упустил лидерство пока. Ну, что поделаться. Опять-таки, можно повторить все те же слова про загнанных лошадей, которых надо бы пристрелить, но они продолжают скакать и скакать. Ну, взмыленные, да? Да, ну, ничего тут не скажешь. Опять-таки, ну, их уровень шахматного мастерства очень высок, но если люди не в состоянии бороться, не в состоянии держать концентрацию, ну, это все. В общем, остается только сожалеть о том, что такой нижайший уровень игры демонстрируют столь высокие люди, на которых реально там действительно весь наш шахматный мир держится. В общем, тут действительно какие-то нужны рамки, какие-то... Ну, большие деньги и большие амбиции, видимо, все перебывают. Ну, я не знаю, насчет больших денег, ну, честно говоря... Ну, деньги, да, но не могу сказать что-то экстраординарное здесь. Честно говоря, я не знаю. Ну, может быть, выбора особого нет, ну, а может быть, кто его знает. Ну, еще регламент турнира, конечно, слишком тяжелый. Надо как-то... Там пять таких партий в день это вообще, мне кажется, перебор. Я еще в прошлый раз почувствовал, что это слишком серьезно. Контроль времени, на самом деле, достаточно длинный, тяжелый, и пять таких партий это все-таки слишком... Нет, ну, это не одна пятичасовая, конечно, совершенно очевидно. Да нет, это гораздо труднее. В общем, ребята подписались на такое дело, но, как говорил, смыслов, главное людей сохранить. Да, ну, вот они как раз и гибнут на наших глазах. Я не знаю, ну, что просто действительно не погиб кто-нибудь. Но вот за мудрого надо и оспокоен. Мне кажется, что он, если почувствует что-то не то, но он, не знаю. Нет, ну, он просто будет играть попроще, практичнее, никогда не полезет в сложные варианты, будет максимально минимизировать какие-то усилия и сложности. У него это есть. А вот некоторые молодые люди, да вот даже Крамник, который удивительно молод душой, из-за этой молодости иногда, в общем, идет туда, куда не надо было бы идти. Ну, ладно, Алексей, мы на эту тему много уже сказали. Да, я думаю, что много уже мы на эту тему говорили. Ну, в общем, главное показали партии. Ну, скажем так, вообще шахматы это удивительная штука. Может быть, они завтра, вот кажется, выйдут более уставшими, а кто его знает. Завтра новый день. Надеюсь, что нас порадуют интересными партиями. Ну, я даже не знаю, честно говоря, за кого болеть. Болею за всех. Ну, сочувствую. Ну, надеюсь, что все заиграют очень свежо, очень сильно, без ошибок, без зывков и порадуют нас хорошими партиями. А мы вам покажем. Причем покажем мы на час раньше мы начнем трансляцию. В 22. Страивает, Сергей? Хорошо, да. Ну, вот так вот. Ну, что ж, давайте отдыхайте и увидимся завтра. Спасибо.